Вирджиния Вулф. Британская писательница, литературный критик, феминистка. Ведущая фигура модернистской литературы первой половины 20 века Вокруг столько красоты! Так чего же ради эти люди стреляют друг в друга? Чем меньше мы видим, тем больше верим Человек не может хорошо думать, хорошо любить, хорошо спать, если он хорошо не пообедал Жизнь — это не ряд симметрично расположенных светильников, жизнь это сияющий ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с момента зарождения нашего сознания до его исчезновения Без уверенности в себе и мудрости мы лишь младенцы в колыбели. Но как же выработать в себе эти бесценные качества за короткий срок? Женщина веками играла роль зеркала, наделенного волшебным и обманчивым свойством. Отраженная в нем фигура мужчины, была вдвое больше натуральной величины Возраст возводит между людьми один барьер, ученость другой, а пол третий Не вздрагивайте. Не краснеете. Давайте допустим в своем узком кругу, что такие вещи иногда случаются. Иногда женщинам нравятся женщины Те же, кто состоит в браке много лет, будто перестают замечать физическое присутствие друг друга, ведут себя так, как если бы рядом никого не было, говорят вслух, не ожидая ответа, и вообще наслаждаются всеми прелестями уединения без одиночества Ведь жалко безумно, что мы не высказываем своих чувств Женская красота подобна солнечному блеску на море, который не может принадлежать одной единственной волне В чем смысл жизни? Вопрос простой, вопрос, который все больше одолевает тебя с годами А великое откровение не приходит Великое откровение, наверное, не может прийти Оно вместо себя высылает маленькие вседневные чудеса Озарение, вспышки спичек во тьме Почему женщины гораздо больше интересует мужчин, чем мужчин и женщин Когда меня спрашивают, что делает книгу хорошей, я отвечаю, то что невозможно передать словами Жизнь женщины это широкий континент, поперек которого лежит тень от меча Один конец этого меча условности, традиции и порядок, где все идет своим чередом Но есть и другой конец, и если вам хватит безрассудства перейти черту и выбрать жизнь Неподающуюся условностям, все смешается Все пойдет непредсказуемо Кто не говорит правду о себе, не может говорить ее о других Обязательно должен кто-то умереть, чтобы окружающие начали ценить жизнь История мужского сопротивления женской эмансипации едва ли не интереснее, чем история самой эмансипации Смерть попытка приобщиться, потому что люди рвутся к заветной черте, а достигнуть ее нельзя, она ускользает и прячется в тайне Близость расползается в разлуку, потухает восторг, остается одиночество, в смерти объятия Если лучшее из чувств ничего не значит для человека, наиболее заинтересованного в этих чувствах, какая реальность нам остается Юмор первое, что теряется в переводе Все крайности чувств связаны с безумием У нас есть странная сила изменять факты, силой воображения Некоторые люди ходят к священникам. Другие к поэзии. Я к своим друзьям У меня есть глубоко скрытое и невнятное желание чего-то за пределами повседневной жизни На окраинах каждой агонии, сидит какой-то наблюдательный парень, который указывает Слова поднимались над невыносимо обремененными тупыми валами, бродящими по грязи Слова без смысла — прекрасные слова Настоящий романист, совершенно простой человек, мог продолжать бесконечно воображать Самое удивительное при влюбленности — совершенное безразличие к окружающим Жизнь ничего не имеет общего с тем, чтоб сидеть на стуле и думать. Мыслить и жить — два полярно противоположных занятия Разве уборщица, поднявшая восьмерых детей, меньше значит для человечества, чем адвокат, Состряпавший сто тысяч фунтов Есть книги, которые живут, в детстве они наши лучшие друзья, а потом вместе с нами взрослеют Ничто так не отравляет счастье, так не приводит в ярость, как сознание, что другой ни в грош не ставит что-то другое Для вас драгоценное Чувство — это самое важное, все остальное — чепуха Бессмысленно пытаться понять людей. Надо схватывать намеки. Не совсем то, что говорится, однако и не вполне то, что делается Жизнь, складываясь из случайных частностей, которые мы по очереди проживаем, вдруг вздувается неделимой волной, и она подхватывает тебя, и несет, и с разгона выплескивает на берег Свобода мысли зависит от свободы материальной Дети никогда не забывают несправедливость. Они прощают многое, что взрослые не терпят, но этот грех непростителен Неправы те, кто считает, что больше всего изнуряет труд. Ответственность — вот что действительно тяжело Комнаты, в которых живут люди, производят не менее сильное впечатление, чем их лица Странно, что мы, способные так сильно страдать, причиняем так много страданий Нет. Ничего надменей, нет ничего пошлей, чем утверждать, что имеется лишь один Бог и лишь одна религия, а именно исповедуемая говорящим Лишь негнущийся остов привычки держит человеческий корпус В каждом человеке есть колебания от одного, к другому полу, и часто одежда хранит мужское или женское обличье, тогда как внутри идет совсем другая жизнь Вирджиния Вулф. Цитаты и афоризмы Напишите, пожалуйста, в комментарии какая из цитат вам больше всего понравилась Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok